Сегодня утром в Монако были взяты под стражу известные артисты Константины Валерии Меладзе. Их вина в дорожно-транспортном происшествии была полностью доказана и теперь остается только ждать судебного разбирательства. Музыкальный директор Валерия Меладзе находится в негодовании, ведь у артиста в ближайшее время были запланированы гастроли в Казахстане, но в связи с чрезвычайным происшествием они наверняка сорвутся. Судить братьев будут не по Уголовному кодексу Российской Федерации, а по законам маленькой, но справедливой страны Монако, где и произошло дорожно-транспортное происшествие. Как заявил корреспондент иностранной прессы, братья Меладзе могут сесть надолго, ведь подобное правонарушение в Монако карается 12 годами лишения свободы. Напомним, что несколько дней назад Константин и Валерий Меладзе после корпоративного концерта в Монако попали в трагическое ДТП. В результате аварии братья не пострадали, однако они разбили счастье молодой семейной пары Аркадия и Антонина Хромовых, российских туристов из города Томск. Несчастная 25-летняя девушка погибла на месте, а ее супруг был помещен в больницу. Трагическая ситуация усугубляется тем, что братья Меладзе употребляли алкоголь. Также стало известно, что в салоне автомобиля вместе с братьями находилась танцовщица местного ночного клуба. Власти Монако уже заявили, что это первое преступление в истории страны за последние 20 лет, когда виновники происшествия были пьяны. Для Константина Меладзе подобное происшествие не в диковинку. Еще в 2012 году он совершил наезд на женщину, которая тоже погибла. Еще вчера вечером в Монако прибыли родители погибшей девушки. Люди не публичные, работают нефтяниками на одном из предприятий России. По данным средств массовой информации, у них состоялась приватная беседа с братьями Меладзе, но по всей вероятности ни к чему хорошему она не привела, так как сегодня утром известные артисты были арестованы. По некоторым данным, родителям и вдовцу погибшей женщины артисты предлагали крупную денежную сумму, однако родные не согласились на дьявольский договор. Валерий Константин Меладзе это уже далеко не первой артистой, которым предстоит судебное разбирательство. Совсем недавно Любовь Испенская и Аркадий Укупник уже получили заслуженное наказание.